Участникам форума «Гражданская консолидация» рассказывают про сайт доброволецкубани.рф. Название без пробела и все русскими буквами. Это сайт, который объединяет людей, оказывающих различную помощь людям с ограниченными возможностями. По словам заместителя министра образования Кубани Сергея Килина, именно от них сегодня власть ожидает новых проектов и новых решений. В мероприятии участвуют более 130 человек со всего края. Подобный форум проводится впервые. Тут несколько причин. И общественный запрос есть, причем от ребят не только с ограниченными возможностями. Второе, консолидация проектов, идей, которые исходят в большей мере от тех людей, которые обладают не всеми возможностями, они порой преобладают и несут достаточно созидательный оттенок. Речь об идеях по развитию молодежи, оздоровлению, реабилитации. Ановчанин Никита Ванков – гражданский активист. По его мнению, сегодня необходимо упрощать процедуры получения бесплатных колясок и другого необходимого оборудования. Однако основная задача – разрушать стереотипы, из-за которых сегодня люди с ограниченными возможностями зачастую остаются вне общественной жизни. Возможно, это наше федеральное телевидение, чтобы больше обратило внимание именно в качестве какой-то передачи. Есть передачи для инвалидов, для ограниченными возможностями, но это все кабельное телевидение. Если сделать небольшую передачу в качестве нескольких сюжетов, коротких, где будет рассказываться о нашей жизни, думаю, мнение людей многих изменится. Пока основным мотором большинства программ остаются добровольцы. Кирилл занимается волонтерской деятельностью около трех лет. Он считает, что сегодня движение разобщено, а наибольшей эффективности можно добиться, объединив разные организации на региональном уровне. Одна волонтерская организация предлагает один проект, а другая – этот проект. И они обмениваются. А мы возьмем ваш проект, поможем ваш проект осуществить. А те говорят, мы тоже возьмем этот проект. Организаторы форума рассчитывают, что за три дня его участники придумывают и проработают как минимум три социальных проекта. Сергей Килин отметил, что Анапа в данном процессе занимает явно не последнее место. Площадка, где проводится форум – один из немногих санаториев в стране, где могут работать с теми, кто передвигается на колясках. Кроме того, заместитель министра отметил то, что в совет при главе входят молодые люди с ограниченными возможностями.